Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. На улицах Самары появится 12 новых трамваев и 50 автобусов. Глава города Елена Лапушкина рассказала о развитии транспортной инфраструктуры. Тепло для солдат. Рукодельницы в поселке Береза вяжут носки для военнослужащих, чтобы отправить вместе с остальным гуманитарным грузом в зону спецоперации. Команда 2-й общевойсковой армии из Поволжья заняла первое место в командном зачете на чемпионате Центрального военного округа по зимнему офицерскому троеборью. В Самару летом прибудут 12 новых трамвайных вагонов. Их должны доставить не позднее 1 июля. Автопарк Самары пополнит и новые автобусы. Об этом сообщила глава города Елена Лапушкина на оперативном совещании, который провел губернатор Дмитрий Азаров. Подробности в сюжете наших корреспондентов. Ежегодно общественный транспорт в Самаре перевозят около 160 миллионов пассажиров. Каждый день на дороге областного центра выходят порядка тысячи автобусов, трамваев и троллейбусов. Об этом рассказала глава города Елена Лапушкина на оперативном совещании, которое провел губернатор Дмитрий Азаров. По словам мэра, одной из основных проблем отрасли является износ подвижного состава и инфраструктуры. Это напрямую сказывается на аритмичности работы транспорта и влечет жалобы пассажиров. Елена Лапушкина отметила, что по каждому обращению жителей, в частности, нареканий на состояние транспорта и поведение водителей или кондукторов, проводится разбор, принимаются меры вплоть до увольнения. По итогам 2022 года в транспортной сфере города удалось добиться улучшения ситуации по целому ряду направлений. В 2022 году, Дмитрий Азарович, при вашей поддержке приняты меры по увеличению заработной платы водителей, кондукторов в транспортных предприятиях, и это позволило остановить отток кадров. Елена Лапушкина отметила, что специалисты регулярно корректируют схемы маршрутов транспорта, чтобы учесть интересы максимального числа жителей города. На особом внимании находятся Куйбышевский и Красногринский районы, откуда поступает максимальное число обращений. В прошлом году запустили льготный автобусный маршрут в микрорайон Волгарь. В четвертом квартале этого года планируется открыть отдельный автобусный маршрут, который будет обслуживать эту территорию. Кроме того, в полном объеме восстановили работу троллейбусного маршрута номер 6, который обслуживает Куйбышевский район, и запущен автобус номер 108 между губернским рынком и южным городом. По Красноглинскому району были приняты меры, продлено 67 маршрут до Смышляевки. Кроме того, откорректировали расписание в часы пика, и сейчас интервал движения автобуса снижен с 7-8 минут до 3-4 минут, и отдельные рейсы отправляются непосредственно от микрорайона Новая Самара. И представители инициативной группы общественники подтверждают, что данные меры сработали. Также глава Самары проинформировала, что для обеспечения ритмичности работы отрасли осуществляется переход на заключение контрактов на перевозки с оплатой транспортной работы. Они позволяют обеспечить более полное выполнение перевозчиками установленного расписания. В 2022 году по таким контрактам организовали перевозки к городским кладбищам и на садово-дачные массивы. Впервые от пассажиров не было жалоб на работу таких маршрутов. Во втором полугодии 2022 года на такие контракты переведены все трамвайные и троллейбусные маршруты, а также шесть автобусных. По условиям данных контрактов не оплачиваются невыполненные рейсы и дополнительно выставляются штрафы. Продолжится и обновление парка предприятий-перевозчиков. В рамках обновления подвижного состава в 2022 году, как уже было сказано, приобретены 12 трамвайных вагонов, которые прибудут в Самару до 1 июля 2023-го и будут работать на самых напряженных маршрутах. По закупке новых автобусов в первом полугодии 2023 года планируется закупка не менее 50 автобусов. Также проработан вопрос обновления имеющихся трамвайных вагонов. Стоимость модернизации в 2,5 раза ниже, чем закупка нового вагона. В результате трамвай получит новый корпус и будет соответствовать всем современным требованиям комфорта и безопасности. Выполнение данного вида работ включено в муниципальную программу развития транспорта. Помимо обновления подвижного состава ведется и модернизация транспортной инфраструктуры в Самаре. В частности, разработана пятилетняя программа модернизации трамвайных линий от проспекта Ленина до Московского шоссе. Средства на ее реализацию заложены в областном бюджете. Елена Лапушкина подчеркнула, что со стороны администрации города прикладываются все усилия к повышению финансовой обеспеченности транспортной отрасли. За последние три года объем средств, выделяемых на это направление, увеличивается на сумму порядка 200 миллионов рублей. Уже сейчас принято решение на дофинансирование перевозок. Средства будут изысканы в городском бюджете и финансирование отрасли транспорта превысит 1 миллиард рублей. Александр Кочетов, Михаил Ермоленко. События. Самарские бизнесмены во Всероссийский день приема предпринимателей обратились к бизнес-омбудсмену Эдуарду Харченко. К решению вопросов и разногласий подключились глава города Елена Лапушкина, представители прокуратуры и налоговой службы, сотрудники контрольно-надзорных органов и руководители отдельных органов исполнительной власти. Какие решения были приняты, расскажет наш корреспондент. Предприниматель с 30-летним стажем Елена Кузнецова на встрече с бизнес-омбудсменом Эдуардом Харченко пришла просить и за себя, и за своих коллег. У нее сеть продуктовых мини-магазинов в Самарской области. С недавних пор в чеке может быть максимум 10 маркированных товаров. Например, таких как вода и молочная продукция. Пробивать несколько чеков в одни руки неудобно ни покупателю, ни продавцу, рассказала Елена Кузнецова. Потребитель уходит в федеральные продуктовые магазины. Там все покупки идут по одному чеку. От этого страдает малый бизнес. С просьбой изменить требования Елена обратилась к уполномоченному по правам предпринимателей. Это немножко недочет налоговой инспекции, которую они должны исправить. Помогали разобраться в сложных, а иногда и запутанных предпринимательских проблемах областному уполномоченному по защите прав предпринимателей Эдуардо Харченко, глава Самары Елена Лапушкина, представители областной и городской прокуратуры, налоговые службы. Например, бизнесмены сейчас получают некорректные суммы по единому налоговому счету. И тут же на встрече они получили компетентные ответы. Этой проблемой мы занимаемся. Я в ближайшее время думаю, что мы эту проблематику снимем. В итоге встречи для меня прошла она действительно положительно и продуктивно, интересно. Я считаю, что мы эту работу должны продолжить в таком формате общения. Один из руководителей комбината питания, обслуживающий почти два десятка детских садов, рассказал, что недобросовестные родители не оплачивают питание своих детей. Суд встал на сторону бизнесмена. Но как взыскать долги непонятно. Глава Самары Елена Лапушкина пообещала разобраться в этом вопросе. Еще одна проблема – незаконные граффити. Сейчас фасады за свой счет закрашивают владельца зданий. Это серьезные убытки, а штрафы для свободных художников минимальны. Страдаетесь не только вы, но и все мы вместе, потому что это урод, это абсолютно наш с вами город. Проблема же в том, чтобы найти того человека и доказать, собрать доказательную базу, что именно он нанес грасти, испортил фасад дома, фасад объекта торговли и многое другое. Со всеми предпринимателями, с кем я работаю, либо большие торговые центры, конечно, мы просим вас, поставьте камеру, чтобы у нас была хоть какая-то история, чтобы можно было поймать зарпу и доказать, что именно он это сделал. На встречу приехали несколько десятков бизнесменов, и каждый со своей проблемой. Все вопросы были взяты на контроль как бизнес-омбудсменом, так и прокуратурой. Все вопросы, которые возникают у предпринимателей, вопросы, проблемы, мы заслушиваем, ну и, соответственно, берем в работу для того, чтобы эти вопросы и, главное, проблемы и вопросы были решены. Сегодня встреча прошла очень конструктивно, были подняты актуальные проблемы бизнеса, было много вопросов, эти вопросы были обсуждены, я думаю, что мы дали исчерпывающие ответы. И часто из этих конкретных частных проблем уже выявляются довольно большие серьезные общие проблемы, которые являются предметом уже конкретных прокурорских проверок. Такие встречи предпринимателей с бизнес-омбудсменом и одновременно с представителями различных ветвей власти актуальны и востребованы, отметили все участники форума. Поэтому они будут практиковаться и дальше. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов, События. В Самаре продолжается строительство новой станции метро Театральное. На перекрестке улиц Полевой и Новосадовой выполняется устройство стартового котлована. Готовность свай более 65%. Общая готовность котлована приближается к 28%. А в исторической части города разработка стартового котлована завершена. Однако продолжаются подготовительные работы для конструкции тоннеля проходческого комплекса. Специалисты монтируют опорную раму для будущей сборки щита. Тоннели будут идти навстречу друг другу. Также в ближайшее время необходимо завершить закольцовку водовода в районе улиц Галактионовской и Красноармейской. Кроме того, на этом перекрестке переустроят трамвайные пути для сохранения трамвайного сообщения на следующем этапе строительства метро. Минимизация неудобств для горожан уделяется повышенное внимание. Кроме сужения автодороги на одну полосу в направлении из города, больше никаких ограничений движения на время переустройства трамвайной линии не планируется. Трамваи продолжат курсировать по старому полотну. После укладки путей, стыковки старого и нового полотна и переподключения контактной сети МПТТУ организует пробный пуск трамваев. Итогом станет комиссионная приемка. На всех стройплощадках работы организованы в штатном режиме. Они находятся на непрерывном контроле. После ввода в эксплуатацию новой станции театральная у горожан появится возможность гораздо быстрее добраться из отдаленных районов до исторического центра города. Если мы говорим о перспективе, конечно, она нужна, без сомнения, тут никаких вопросов. Если кто-то недоволен, то это буквально неудобства, связанные с ее строительством. Но мы же все понимаем, что после того, как она начнет работать, что это будет замечательный момент для туристов и, конечно, для жителей, которые позволят быстро перемещаться и пользоваться уже метро более полноценно, загружать его. И сейчас мы не всегда имеем возможность ближе к центру приехать на метро. Получается, с пересадками. А это получится мы прямо в центр главной площади, площади Куйбышева, к драмтеатру. Можем легко доехать на метро. Это очень хорошая история. Я думаю, что здесь, конечно, все поймут это и оценят. И с каждым годом только будет все больше пользы приносить. Это открытые новые станции. Далее коротко о других темах дня. Центробанк подвел итоги рынка ипотечного кредитования в 2022 году. В декабре был поставлен рекорд. Выдано более 176 тысяч кредитов на сумму почти 700 миллиардов рублей, которые в значительной части обеспечили госпрограммы с низкими ставками, ориентированные на первичный рынок. Рост их доли привел к неожиданному снижению средних ставок по ипотеке в декабре. Однако в этом году ожидать сохранения тренда не стоит, предупреждают эксперты. Некоторые из них ожидают возвращения интереса граждан к ипотеке на вторичном рынке. Президент подписал указ об увеличении количества президентских премий учителям. Их можно получить за достижения в педагогической деятельности. Награда введена для стимулирования учителей к совершенствованию педагогической воспитательной деятельности. Развитие их творческого и профессионального потенциала отмечается в документе. Размер каждой такой премии 200 тысяч рублей. Награды присуждаются ежегодно ко дню учителя по результатам конкурса. Право на участие в нем имеют учителя со стажем педагогической работы не менее трех лет. В Минпромторге не ожидают дефицита летних шин в России. А с учетом профицита мощностей и переструктурирования рынка, стоимость этой продукции для потребителей может даже снизиться. Следует и сообщение министерства. Там добавили, что результаты должны появиться после смены собственников, локализованных в нашей стране заводов и их запуска на полную мощность. При этом прошлогодний рост цен на шины в Минпромторге связывают с удорожанием сырья, колебанием курса валют и логистическими проблемами. В рамках проекта «Все для победы» члены регионального штаба Народного фронта в Самарской области передали для отправки на Донбасс 500 килограммов гуманитарного груза. На протяжении двух месяцев, с начала 2023 года, в Исполком Народного фронта неравнодушные самарцы приносили теплые вещи, технику, продукты длительного хранения, лекарства и книги. Гуманитарный груз был доставлен в управление Росгвардии по Самарской области. Когда вещи и продукты питания отправят жителям Донбасса, узнала Ольга Павлова. Теплые вещи, сладости, книги, товары первой необходимости. В управление Росгвардии по Самарской области вновь прибыл гуманитарный груз 500 килограммов от активистов Народного фронта для дальнейшей отправки на Донбасс. Люди пострадали, им необходима поддержка. И население у нас всячески помогает, поддерживает людей. Мы, в свою очередь, Росгвардия, помогаем эти грузы доставлять до адресатов и конкретно нуждающимся предоставляем лично в руки. Отправить гуманитарный груз на Донбасс планируют в конце февраля-начале марта. Уже на месте доставка товара в первой необходимости осуществляется в кратчайшие сроки. На раздачу уходит не более суток. Помогать тем, кто оказался в сложной ситуации, а жители Донбасса сейчас переживают непростые времена, может каждый неравнодушный житель города, отмечает член регионального штаба Народного фронта по Самарской области Валерий Сенцов. Для того, чтобы люди, присоединенных к России территорией, чувствовали тепло, заботу и любовь своих земляков. От земляков радость доставляет, когда простые теплые слова, когда посылочки согревают душу и тело. А сегодня мы отправили, помимо продуктов, помимо писем от школьников, пожелания, мы также отправили те необходимые вещи, которые согревают в стужу, в том числе и пригодятся спальники, в том числе и различные хозяйственные оборудования. В сборе гуманитарной помощи принимают участие неравнодушные жители города, общественные ветеранские организации. Школьники часто передают на Донбасс письма с теплыми пожеланиями для жителей и наших солдат. Гуманитарку приносят в отделение ОНФ по адресу улица Ленинская, 202. Помощь жителям присоединенных к России территорий активисты Народного фронта в рамках акции «Все для победы» оказывали уже более десяти раз. Сегодняшний груз, собранный жителями города, уже в скором времени в сопровождении росгвардейцев будет отправлен в место назначения, после чего начнется уже следующий сбор вещей, продуктов питания и товаров первой необходимости. Ольга Павлова, Николай Епифанов, События. Благодарность и забота в каждой вещи. В поселке Береза Красноглинского района Самары рукодельницы вяжут теплые носки для солдат, находящихся в зоне специальной военной операции. Производство оборудовали на территории местной детской библиотеки. В гостях у вязальщиц побывал наш корреспондент Ксения Баканова. «Все подружки по парам в тишине разбрелись, только я в этот вечер засиделась одна». Они собираются в местной детской библиотеке, как в старину, на посиделке. Это и клуб, и женсовет, и даже местный ансамбль. А с октября прошлого года здесь развернули почти промышленный цех. Мастерицы вяжут шерстяные носки в рамках акции «Тепло для солдат». 196 пар уже отправили в зону специальной военной операции. Людмила Шевцова проживает в поселке больше полувека. Когда узнала, что требуется помощь, сразу откликнулась, хотя спицы в руках не держала давно. С молитвой и любовью, петля за петлей, она вяжет очередную пару шерстяных носков. Женщина уверена, ее маленькая лепта обязательно кого-то согреет и придаст сил. Вязали детям, вязали внукам, но лет 15 я уже в руки спицы не брала, и поэтому здесь как по-новому училась. Хочется, чтобы досталось какому-нибудь мальчику, и чтобы ему было тепло, и чтобы он вспомнил и свою бабушку, и свою маму, и свой дом. Для меня самую сложную пятку связать, а потом уже, когда выходишь на сам носок, то уже я быстренько вяжу. А здесь вот считать надо, все считать. Связанные вручную носки, рассказывают мастерицы, не сравняться с фабричными. Натуральный материал не дает ногам потеть, а также отлично согревает и в слякоть, и в мороз. Теплые носки – это маленькая частичка дома, которая станет напоминанием нашим военнослужащим о родных и поддержит их в трудную минуту. В каждый носочек мы кладем обязательно иконку и письмо. Это наши ребята поздравляют. Наших защитников с 23 февраля готовили им письма, которые мы прикладываем в каждый носочек. К инициативе мастериц каждый день подключаются все больше активных жителей. Всего в Красноглинском районе действует 8 крупных волонтерских объединений, собирающих гуманитарную помощь для специальной военной операции. Администрация Красноглинского района оказывает поддержку уже существующим объединениям и желающим их создать, помогая с транспортной доставкой или организацией взаимодействия с бизнес-сообществами. Администрация района оказывает всю необходимую помощь и поддержку таким жителям. Жители вяжут носки, шьют теплые вещи, тактические пятиточечники, маск-халаты, плетут маскировочные сетки. В общем-то, помогают все, чем могут. Иногда солдаты сами приходят в библиотеку за парой носков. Два скромных парня, солдата, сначала робко, начали выбирать, а потом, можно мы еще возьмем вот своему родному. Конечно, говорю, это же все делается для вас. Взяли носки и, знаете, такое было чувство, конечно, трепета. И очень это приятно, что мы делаем именно работу, которая нужна людям, нужна солдатам. Сколько бы ни связали женщины носков, на передовой они лишними не будут. Рукодельницы готовы трудиться и дальше. Некоторые мастерицы успевают изготавливать за день по два комплекта. Впрочем, тут главное не скорость, а качество. Важно, чтобы изделие прослужило как можно дольше. В Тольятти завершился чемпионат России по основу кайтингу в дисциплинах, марафон и фристайл. Воспитанница Самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в основную сетку турнира категории WTA 250 в Линце. Обо всем подробнее в нашей рубрике «Новости спорта». В Тольятти завершился чемпионат России по основу кайтингу в дисциплинах, марафон и фристайл. Местом действия стала новая набережная Автозаводского района и прилегающая акватория, а участниками более полсотни спортсменов со всех уголков страны – от Санкт-Петербурга до Красноярска и от Оренбурга до Салихарда. Соревнование такого уровня Тольятти принял в четвертый раз. Гонки на длинной дистанции осложняла плохая видимость, вызванная снегопадом и нестабильный ветер. Чемпионом России на марафонской дистанции в 2023 году в классе лыжи стал Михаил Сергеев из Ленинградской области. Среди сноубордистов лучший Владимир Алехин из республики Марий Эл. Среди девушек отличилась молодая спортсменка Софья Никогосова из Москвы, которая буквально недавно выступала в юниорах. Среди кайт-фристайлеров юный тольяттинский спортсмен Тимур Белоусов. На лыжах он взлетел на первое место и занял второе на сноуборде. Чемпионскую награду за кайт-фристайл на сноуборде увез в Екатеринбург Владимир Чиганов. И еще один спортивный фестиваль прошел в Автограде, Жигулевское море. В первый день по импровизированным трассам гоняли квадроциклы и мото-сноуборды, желающие могли сдать нормы ГТО. Лыжная регата тольяттинских яхтсменов собрала около четырех десятков человек всех возрастов и успешно финишировала. Кайт-фристайл из-за штиля пришлось заменить на джибинг, но это оказалось не менее зрелищно. На второй день главным событием стал забег на ватрушках, а потом и детский карнавальный забег. Также определили лучших в мини-соревнованиях по скандинавской ходьбе. Воспитанница Самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова не смогла выйти в основную сетку турнира категории WTA 250 в Линце. Павлюченкова уступила представительница Болгарии Виктории Томовой 6-3, 4-6, 6-3. Россиянка выполнила семь подач на вылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейкпоинтов из десяти. На счету Виктории Томовой ни одного эйса, три ошибки на подачи и восемь реализованных брейкпоинтов из девятнадцати. В Самаре определились победители чемпионата Центрального военного округа по зимнему офицерскому троеборью в командном и личном зачетах. Состязания прошли в тире и бассейне Самарского филиала ЦСКА, а также на лыжной базе «Чайка». В составе десяти команд за медаль боролись 59 спортсменов-военнослужащих из воинских частей и соединений ЦВО, а также военных вузов, дислоцированных в Самаре, Тольятти, Сызрани, Екатеринбурге, Тюмени, Пензе, Вольске, Омске, Новосибирске. Офицеры состязались в стрельбе из пистолета Макарова, плавании вольным стилем на 100, 200 и 300 метров и лыжной гонке свободным стилем на дистанциях 5 и 10 километров. По итогам трех дней соревнований первое место заняла команда 2-й общевой войсковой армии из Поволжья, второе место в общекомандном зачете и первое среди вузов заняла команда Вольского военного института материального обеспечения из Саратовской области. Замкнули тройку сильнейших военнослужащие 14-й армии ВВС и ПВО. Среди вузов второе место заняли офицеры из Пензенского филиала военной академии МТО. На третьем месте расположилась команда Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. В личном зачете первое место в первой возрастной группе занял старший лейтенант Павел Самойленко из Самары. Во второй возрастной группе победу одержал капитан Георгий Сурков из военного городка Еланский. В третьей возрастной группе стал лидером подполковник Николай Маямсин из Вольска. Далее эфир продолжит обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. 10 февраля в Самаре почтут память сотрудников Главного управления Министерства внутренних дел Самарской области, погибших при исполнении служебных обязанностей. В этот день с 8 до 12 часов будет ограничено движение транспорта по улице Пионерской от улицы Куйбышева до Степана Разина. Данная ограничительная мера не распространяется на городской общественный транспорт и спецмашины полиции, скорой помощи и пожарной охраны. Кроме того, с 8 часов вечера 9 февраля до 12 часов 10 февраля будут запрещены остановка и стоянка транспортных средств по улице Пионерской в границах улиц Куйбышева и Степана Разина, сообщает телеграм-канал городской администрации Вести с Дворянской. Еще об одном ограничении пишет телеграм-канал городского департамента транспорта. 11 февраля в связи с проведением всероссийской массовой гонки «Лыжня России» с 5 утра до 16.00 нельзя будет проехать по Красногринскому шоссе на участке от Волжского шоссе до улицы Сергея Лозо по автомобильной дороге на кладбище Лесное на участке от Красногринского шоссе до поворота на кладбище. Телеграм-канал администрации Советского района приглашает жителей переболевших COVID-19 на диспансеризацию. Углубленная диспансеризация направлена на выявление постковидного синдрома и других последствий коронавирусной инфекции. Пройти ее необходимо не ранее, чем через два месяца после перенесенного заболевания и выздоровления. Обследование можно пройти в своей поликлинике. В Октябрьском районе Самары продолжает работу автобус «Здоровье». В Центре здоровья, 4-й горбольницы, жители прошли профосмотр, получили результаты скрининговых обследований, проверились у окулиста, сделали ЭКГ и получили рекомендации врача-терапевта. По всем вопросам можно обращаться в отдел по работе с населением и общественными объединениями по телефону. 334-04-24 информирует телеграм-канал администрации Октябрьского района. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски новостей смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok